Испорт Бэтско Уникальное место для настоящего геймера Только здесь возможны ставки на киберспортивные события Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги Испорт Бэтском Живой азарт и холодный расчет Старладдер ТВ представляет 10-й юбилейный сезон звездной серии Дота 2 Лучшие команды со всех континентов Самые популярные студии и комментаторы SLTV, Beyond the Summit, ImbaTV и LGDTV Сотни часов трансляций на пяти языках и Гранд Финал с участием легенд Дота 2 Покупай билет, следи за матчами звездной серии в клиенте игры И вноси свой вклад в призовой фонд турнира Впервые вместе с покупкой билета Ты получаешь уникальный сет на Тине И компендиум Старладдер ТВ с системой достижений Следи за ростом призового фонда и получай дополнительные призы Для начала, буст игрового опыта Далее специальный лоадскрин от Старладдер ТВ Худ турниров, матч всех звезд, игровой курьер И новый сет на одного из самых сильных героев Дота 2 Ты увидишь это первым Следи за событиями на сайте Дота 2 Старладдер ТВ Покупай билет на Старладдер Или подвергнешься тщательному анализу Привет! Да, да, доброго времени суток всем дорогие друзья С вами по-прежнему Каспер Годхант Снова это мы? Да, да, да Не так много времени прошло, меньше суток А мы снова с вами Да ужас, ужас, кошмар Я только проснулся на самом деле Поэтому не обращайте внимания, если буду пороть чушь Я нет, я проснулся в 10 утра Задрот Наоборот, по-моему Ну что ж, у нас сегодня 4 игры запланировано По идее, как это Альбум Шит против Компас Гейминг, который мы будем смотреть прямо сейчас Далее Тим Тинкер против Клифф Далее Нави против Тим Тинкер И потом Клауд Найн против Нави Вот это у нас будут интересные зарубы У нас Нави, они немного решили пересмотреть свое деяние на Старладере Раньше они делали как Они отдыхали Отдыхали, отдыхали А потом быстренько все играли А сейчас они пришли А мы поиграем, поиграем, поиграем и отдыхать А потом будем отдыхать Да, до ландфинала Например, такой план интересный может быть На самом деле с той позицией, на которой они сейчас находятся Если сегодняшние игры, они опять завершат свою пользу То шансы их на ландфиналы уже, скажем так, громадные будут С статистикой этого 7-0 Ну да, проиграть оставшихся 7 игр им будет весьма сложно Очень трудно Можно постараться, но трудно Ну трудно, трудно, конечно, трудно Ну что ж, друзья Вот она турнирная таблица У нас сейчас играют Компас против Альбум Шит Альбум Шит у нас играют на 15-й строчке Компас на 16-й Ну ребята имеют примерно одинаковую стату Чуть больше поражений у Компас Гейминг Но кто-то сейчас вырвется вперед У кого-то будет 3 очка заветных Тут не поспоришь Ну и Альбум Шит Сёма Зе Слеер Чоми Ноу Фир Арзик И Бигнум Против Компас Гейминг Горец Джет Артес ПСМ И Годдэм Да, эти ребята пока еще не выиграли ни одной игры на Старладдере Но у одной из них сейчас череда неудач закончится Да, определенно Ну блин, и опять же не выиграли ни одной игры там на Старсерии Но они же попали в эту Старсерию Это уже на самом деле очивочка А это уже достижение Это очень-очень Вот например, нас с тобой нет на Старсерии И еще 3,5 тысяч команд на Матрике нет на Старсерии Нас с тобой на Старсерии больше, чем любых остальных, скажем так Ну да, тоже есть такое Так вот, да, и остальных 3,5 тысяч команд, которые играют на Матрике Их нет на Старсерии А вот эти ребята прорвались Ну и что-то у нас Пикабаны, Разор, Шадоу, Шаман У нас появились на стороне команды Альбум Шит И Компас Гейминг забирают Скайрос Мейджа и Нейчерс Профита Да, Фуриончик и Скай Мейдж Ну там Шадоу Шаман Да, пуш потенциал в обоих уже неплохой Тут Фурион, Крыса Дота Тут есть Разор, Аганим плюс Варты Долой вышки Ну да, как бы, и драться есть чем Посмотрим, правда, кого еще дальше доберут Нету у нас таких боевых героев, как Войт, Шейкер, Клоукверк Бэтрайдер Их уже не будет В этом матче Скорбин, помню, любим, ждем в следующих играх Ждем в следующих играх Так, наверное, и есть Ну вот и что Куда делся, кстати, Рейс Кинг? Вот что про него все вдруг забыли? Подожди, в смысле куда делся? Он сейчас может появиться спокойно Так вот и я же о чем? Его уже, я не помню, на протяжении долгого промежутка времени я не наблюдал ни в пиках, ни в банах, между прочим За этот год он появился почти 300 раз и винрейт его составляет чуть ли не 53%, а 53% это, кстати, неплохо Это очень неплохо Да больше чем 50% начнем с этого Да, положительная статистика То есть это коинтос с небольшим бустом Да Скатывается иногда, уже упала на эту сторону, переворачивается Ну переворачивается иногда, да, бывает и такое Так, тут уже подзадумались немного, компас Да, напоминаю, что у нас параллельно идет КС КС? КС, да Кстати, я вот хотел себе, да, включить КС на Ты жук, что ли? На телефончике Конечно Никс, что ли? Я никс, никс, никс Я и так никс Ладно, 40 секунд бонус тайма, третий пик, компас гейминг Кого заберут, мне показывают то, что приблизь к своему рту сие творение Это я о микрофоне Это ты про микрофон? Ну да Мало ли что там тебя приблизить просят Начнем, я очень часто от своих губ отталкиваю, потому что мне надо новую дорожку, скажем так, соплей Собрать Так, ну что ж, мы обойдемся без подробностей Ой, да ладно, какие мы стали нежные Да, у нас инвокер появляется у компас гейминг Да, инвокер у компас гейминг И фуриончик, спруты, санстрайк Кстати, инвокер уже появлялся в этом году у компас гейминг один раз Минрейт его составляет 0% Нехорошо зашел, скажем, неудачно Неудачник? Неудачно зашел Хотя, может, и тот, кто играл на нем неудачник Может быть, тот, кто играл на нем неудачник Это ж один из вариантов возможных Какой счет в каэсе? В каэсе счет 13-6 в пользу нави Я понял Райс кинг Ты заказывал, получай Опа Та-та-та-там Нежданчик Нежданчик Так, я думаю, а как бы так положить телефон, чтобы у меня и каэсик можно было посмотреть Найди раба, пусть держит О, все, я нашел Можно найти раба и он будет держать Ну там, кстати, сейчас в арене можно найти раба, который будет держать Там очень много фанатов каэса собралось, которые также смотрят дотку Да, Каспер, кстати, сегодня обещал дать интервью одного молодого человека, который поймал меня с словами, где Каспер Я говорю, ну будет, наверное, за 5 до эфира Я с 11 утра здесь его жду Ну ты дурак, что я не могу сказать Ждать Каспера к эфиру с 11 утра, когда эфир в 6 вечера Ну это вообще плохая затея Я бы сказал Я проснулся, на самом деле, в 5 Вот чтобы люди понимали, насколько у меня был занятой прошлый день Я проснулся в 5 часов этого дня Проснулся, пошел, сел на маршрутку, приехал на работу, все, даже поесть не успел Так, ну и Enchantress у нас нарисовалась То есть ребята реально собираются ломать Ну ломать, да, но пока вот SkyMage не особо вписывается в пуш, скажем так Инвокер еще, ладно, с фаржами, базилкой, там какой-то есенекры себе соберет быстро и тоже неплохо заходит Надо что-то еще, что может помочь подпушить Хауль Хауль может помочь, но он в бане Может помочь подпушить, на самом деле Банша с экзорцизмом может помочь, инвокер пойдет фармить, а Банша отправится в мид А если бы у Пеньков, прикинь, еще была рейнджовая атака То дроу рейнджер и все, изи как Щипните его кто-нибудь Не успел приехать Еще раз подильник завести А если бы у Пеньков была рейнджовая атака? Не, ну хотя бы там чуть-чуть рейнджовая Чтоб ауэродровки работала Все, изи-ка откажи Так, ну что у нас тут, Doom появился, хорошо Будет наверное инвокера затыкать Ну и вообще у Album Shit у них неплохие персонажи Много достаточно Контроля Да, вот Иван затвитал то, что он больше не работник Старладера А можно я займу пост главного теперь СВЧ? Главное СВЧ Не разговаривай со мной Извините, извините Ну так, сиди Не смотри на меня Покажи меня в камеру быстро Ты, за рулем Внимание на меня Спасибо Ты отвернись от камеры Внимание на меня Выключай камеру Работаем дальше Я думаю, что я могу вжиться в эту роль Но, у тебя есть все шансы Да, задатки какие-то проявились Так, ну и что! Ласт пик у нас Минус лаван, минус Death profit вот этот профит убрали сами зачем это мисклик что они думали что запекнуть снайпер с шарапнелью а это вот снайпер который через шарапнель будет бараки сносить был такой снайпер не напоминай мне смысле был такой снайпер это было пять утра времени с утра по киеву это был команды x майка он просто стоял 10 минут и закидывал шарапнель я плакал понимаешь на регене на милишный барак он регенился также 10 минут одно и то же стальной дождь вот этот золотой да ну что тут можно добавить не повезло тебе чего не фартанула да ну и давайте ласт пик для албумши не знаю кентавр нет это спектра а почему кентавра я сказал потому что до снайпер это добегать очень хорошо до инвокера добегать можно было бы очень хорошо быстро и остальные герои были не слишком эффективно я имею ввиду всякие инчи да все это я тебя повысили ранг я со старладдера не уйду старладдер уйдет от меня но я со старладдера нет никогда запомните мое имя ну что пошли наверное посмотрим кто у нас на ком играет игра у нас уже стартанула и команда компас гейминг горит сыграет на начерс профите инвокер джет артес на снайпере фису ламека на skyros мейджи и годдем на энчантрес ну и альбум шит бигнум рейс кинг чоми на рейзере вова пейн стендин который shadow shaman ноу фир играет на думе и инквизитор играет на спектре поехали ну спектра в качестве мейн керри да еще и под рейс кинга неплохо заезжает на самом деле снайпер танковат скажем так если у спектра хоть какие-то боевые артефакты появится там барабанщик плюс минус ему уже очень больно дело что очень много жирных героев это спектра дум и разор но при этом они не слишком дэмэдж дилеры да у них достаточно мало урона в разора там когда он ассасирует еще более-менее остальных вообще гибло с этими вещами тут нас фису ламека поймали правда ой дотягивается shadow shaman только хотел сказать правда не факт что дотянутся но дотянулись это феррусблат причем феррусблат для разора у которого и так уже есть тапочек и не знаю сейчас до собирается и чайник уже 484 голды у него есть на счету вроде больше хотят эти самые первые свои три очка заветно пощупать хоть как они выглядят в старландрита ну чё первая победка то старой серии да ачивочка 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 я тоже так считаю я не знаю вот на кого бы я тут наверное поставил если бы меня вдруг заставили это сделать навеку или по командам ну по командами имею ввиду одинаково пока как ты можешь решать на кого поставить положение в старландере одинаково плохое не но я вообще говорю про то что вроде бы и те ребята и те ребята скажем могут показать неплохой уровень задротства в дотку но при этом против сильных оппонентов у них постоянно что-то не получается хотя были у нас игры убег нам о чем и компании против команды альянс там где я до сих пор вспоминаю они еще эллиминейт тогда вроде назывались где он что-то большие проблемы у кого-то просто синенький далеко остался это очень если бы он поближе был то через два стана ну сетку и стан могли бы забрать ну вот кстати да фуриона здесь можно гонять и фурион конечно пока выполняет разведку пеньками видит как только-только подходит рейс кинг рядышком то говорит сразу же отступает и продолжает пеньками мансить инквизитор фармит 4 2 инквизитора у начерс профита 1 0 пока призовой фонд нашего турнира составляет 6 вопросительных знаков минутка не договорил угадайте сколько составит призового нулей нулей я не уверен что там нулей в принципе есть почему потому что ну среди вас вопросительных знаков нулей нет я соглашусь а вот в самом призовом фонде так ну что в миде разор третьего уровня уже третий уровень получил качает кстати плазма филд они статик линк и не пассивку видимо понимаешь что на линии пока это эти способности мне особо пригодятся развор этот наглеет наглеет да но самый топовый крипта все равно на карте у снайпера у него 10 на 6 чувствует он себя очень хорошо на изелей не против него стоит дум у которого один крип пока ну а дум то подойти толком не может вот понимает также дум что есть суппорты у противника что инча может выйти с каким-нибудь крепочком что skyros мейдж может пойти поразменивать из его хотя с другой стороны вот у дума здесь шансов умереть меньше чем у того же не через профита потому что контроля у компас вообще практически нет никакого да будут ему там наваливать в спину три героя рейджовых но при этом опять же не станов не замедлений разве что там минчак какая-то замедление есть от skyros мейджа но skyros мейдж пока только первый уровень а сейчас получает второй и должен быть конкассив шат наверно нам да 15-2 спектра вырывается вперед спектра тоже очень хорошо фармить вопрос какая то будет спектра будет ли это сейчас рывок так сказать в радианс и наплевать на все мне нужен радианс либо же это будет сейчас барабанщики боевая такая спектра фейсы барабаны там еще дефуза и так далее но многое зависит от этого как пойдет игра дальше то что герой как мы уже не единожды заметили достаточно тонкий у компас гейминг и боевая спектра может помочь да ну и вот она боевая по призовом 176 917 нет нулей нет нулей не вообще призов он растет прям как на дрожжах слушай прям как на дрожжах это еще китай не запустился бро да кстати там еще китайцы будут потом катать китайцев их немало эти так скажу да я слышал подобную инфу да 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 где-то там выкладывали помню в интернете что их много так ну это не фейсы появляются у спектры ну что ж спектра судя по всему будет действительно боевой спектрой потому что качает инквизитор своего персонажа через дезолейд то есть дамаги у спектры будет реально сейчас очень много и у нас забег в смоке от фиса ламека и годдем причем был хороший крип был тролль сейчас это совух ну и вот совух собственно выбегает найдут сейчас вову пэйна вова пэйн находит горца тут непонятно еще кто кого находит подходит также бегу как дезолейт это больно нарезает спектра подошли крипы ну чё толку эстершок это минус и вова пэйн санстрайк поймал отлично санстрайк да ну и биггнум сейчас будет пытаться помогать инквизитору а там минус да да инквизитор вот он вот он дезолейт очень больно наваливает еще тычка залетает инквизитор бежит ну и у него есть фласочка если что он подхилеется горит залетел куда же ты прилетел дружище да прилетел просто я не знаю в километре от спектры приземлился хотел бы ее убить но перед ней бы как-то нырнул я не знаю хотел бы убить посмотрел что стало с предыдущими и поняли лучше в километре от спектры приземлиться ну вот в инквизитору все хорошо надо собирать урну урна урна спектра это я видел 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 не помню кто играл но определенно видели мы свела там комментили эту игру была там такая спектра но урна уже готова да вот очень хорошо инквизитор сейчас скрипал под вышкой подбивал и появляется у него уже 6 уровень вот секунды на секунду ну и так у нас тут горец находит вову пэйна вову пэйн находит горца кстати удивлен то что снайпер качается не через мид обычно снайперы которые играют через шарапнель и собираются подпушить вышки они как раз таки идут в миддл лейн где получают гораздо больше экспы хапают уровни и так далее не но здесь снайпер то не через шарапнель шарапнель тут нужно просто для того чтобы она была в случае чего хотя вот мы видим что сейчас снайпер начинает заливать а он заливает вообще магазин проверяет нычку такой вот хитрый снайпер хитрюга инча с кентавром кентавр сейчас уже погибнет ему недолго осталось смоук от саппортов да они как раз поехали сейчас на снайпера снайпера убить у них шансы есть причем весьма высокий потому что защищаться тут не чем скайрос мейдж это не тот герой которого ты хочешь видеть когда тебя начинают метелить отводик побежали тут крепочки сейчас должны увидеть артеса вот все они его увидели бей гнумы ищет ну то нет сныкались сныкались ребята за тавром за тавр заходить вряд ли будут могут конечно рискнуть с сапогом конечно могут просто на морозе выйти и начать убивать людей да они так и делают спектра ультит дает свет должен быть час стан артес проедает себе дорогу артес отлично размансил но должен погибать здесь фи соломека погибает определенно ну и артес там тоже мансит сейчас у горца нету спрутов еще одну секунду но у него маны все равно спроты не хватает артес продолжает здесь убегать биггнум слишком дошла дагер да есть замедление неплохое замедление ноуфир ноуфир стан неплохой и минус горец ты посмотри но ноуфир погибает окей но есть там мейдж биггнум биггнум тоже погибнет слушай не особо удачный размер скажем так да тут висит урна им возможно агай за шок еще подошли тут такой да контрольный был эзер шок но и видим что подходит джет убивает шатал шамана тут вообще какой-то лютый махач битва за снайпера в результате снайпер погибает погибает также два героя команды альбум щит ну и инвокер еле-еле живой тут тоже на базу убегает рыбак 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 который чоми который рыбак который да кроссовок скетчер скетчерс так ну и снайпера появляется мидосевич наконец для снайпера неплохой на самом деле айтем потому что вот этому пацану уж точно чем выше атак спит тем выше коэффициент полезности с его таренджом вообще снайпер мекку что разор разор наверное да будет обычный такой плотненький разор вообще вот снайпер достаточно страшный сейчас товарищ хэдшот четвертого уровня начинает уже пошел стан тут же даггер закрываться смысла нет попытку лететь но по дизалейту слишком много дэмэджа забирают здесь фуриона без всяких проблем спектра опять заряды в урну есть брасерки есть все необходимые ультимейт через 12 секунд можно пытаться опять кого-то гангнуть ну вообще да вообще получается спектра очень очень даже активная у ребят из альбом щит но и конечно есть в этом доля того что ей вообще никто не мешал причем никаким образом и инквизитор смог собрать свои вот эти стартовые артефакты файзы урна сейчас еще барабаны наверное появятся какие-нибудь а это инвокер будет мидос но керда инвокер будет мидос скорее всего ну а вот спектра сейчас барабаны соберет и можно уже залетать воевать пауза у нас от и иус ды может это ругательство какой-нибудь угроза по-моему какая то может быть не знаю зачем она нужна но чем и фаербол может кастует я не знаю чем и маг я тебе разобью да 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 тебе разобью так ну что вообще давайте наверное посмотрим пока на графике на графиках у нас все достаточно ровно там 200 голды разницы по опыту правда впереди ребята из компас гейминг ну вот 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 о чем я и говорил то что дума вообще нечем убивать вот выходит на него три типа и думу плевать с высокой вышки просто совсем скоро он получит 6 уровень и у него появится дум и вот дум с думом он гораздо опасней да ладно я тебе сто процентов говорю может спросить у любого вообще тебе любой подтвердить если ты моему и свчешному мнению не доверяешь так ну смотри у нас тут чем я уже потихоньку начинает собирать мекку и инквизитор почти 1000 золота где же там эти барабаны сейчас есть кстати ульту инквизитора именно поэтому идут в атаку альбом шри то есть подсветочка нападают на энчу ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй какие же там все еще просто кусище здоровенные отваливаются и не продают продают и ничего никто не стал даже вписываться прекрасно понимаешь что я не защитить хотя можно было подкидывать какой-то шарап нелю снайпер собрал себе мидос с мидосом такой себе боец хотя с четвертым хэдшотом атак спит очень важная штука вот вот сколько бы ты не носил дэмэджи с руки 68 там или 90 бонусом 40 процентным шансом это очень 40 процентов это очень много да это почти 50 назовем то так да гениально джиннилс джиннилс ну кучу увидели мы моментов когда просто снайпер выходил и так пиу 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 5 подряд раз 6 подряд раз вышку выходит со спектра пошел даггер но снайпер мне кажется приплыл здесь хотя вот хотят побывать против спектры и фурион лучше бы улетел лучше бы улетел этот фурион но мы видим что фраги отдают спектре вот сразу же и или килл стрик 5 0 5 на 10 минуте успектры и ты понимаешь да чем в чем в чем сама соль скажем так это обрели то что успектры все бы это было кайты нча или еще что-то это не так страшно а тут потенциально очень опасный герой становится убийстве очень опасным поэтому это это не к добру не к добру раз то может где-то погибнуть да погибает на топе ничего забирает килл doom ну ну тут ничего не светит там с этими анта чубами и дум просто читает телепортик да он сожрал курсу у инчи и улетел такой вообще хитрец и дума тоже мидас сейчас будет что будет пушиться ботом то что нет спектра просто толкает крипов сама кучки к подходе не собирается до ультимейта снова 11 секунд 1200 на руках до спектра тут может паковаться паковаться как угодно она уже сейчас очень убийственная сила хотя бы потому что на десятого уровня по нет ворсом 6 300 4 900 у разора 4500 снайпер 4 400 инвокер и всего 2900 у фуриона да ну и вот графики нам сейчас четко дают понять о том что альбум щит делают все верно у них идет резкий скачок экономики нужно 2000 золота впереди правда сейчас все остановилось естественно так как они тоже не делают больше ничегошеньки но они могут делать вот в чем разница между компас гейминг и альбум фитта что альбум щит могут сейчас напасть и у спектры она уже стоит под фонтаном регенится у нее есть ультимативная способность догадываются ли о том что на рошане всех а ну что значит догадываться тут же вард еще стоит да я думаю догадываются и через ультимейт спектры как раз таки туда и залетят сейчас спектре просто на фонтан подойти чтобы хотя вот посмотрели отдают они не в курсе они не в курсе что там рошана убивают потому что шадоу шаман который взял инвиз отправляется на линию вместо того чтобы зайти прочекать поэтому рошанчик достается тут на халяву сейчас ребятам из компас гейминг и они прикольно все придумали пробрались незаметно до отыграли сейчас пищенку с небольшим это очень круто то что ягис появляется инвокера хотим вот здесь особо не трогали здесь большая часть народа агрессирует на фурионов и снайперов так как они сколько есть мидасов 1 мидас фурион 2 мидас снайпер 3 мидас инвокер 3 мидаса уже есть у компас гейминг и пор затягивать сейчас пока нельзя на самом деле потому что с тремя мидасами порты вообще не доигрывают без мидасов без мидасов играют я бы уже например репорты им выдавал может уже и выдали может быть в том что в альбом шит по моему 1 мидасу дума и все ну как бы да как бы все верно потому что сейчас по деньгам начнется перепак 1 сколько там 90 или 100 секунд кулдауна мидаса 100 будет прирост причем не хилый я бы сказал даже прирост по деньгам на ровном месте причем и нельзя это недооценивать дорогие друзья мы в курсе что не меняется название стрима она не меняется потому что это она не меняется вообще не меняется я попытался ну не знаю может поменять так в общем инквизитор забирает снова ладно еще и снайпер там умер лол минус 2 12 5 до кило есть но и опять же говорю то что затягивать игру нельзя мидаса свое дело сделают то есть ты потихонечку будешь и по опыту на уровне держаться и по деньгам хотя конечно ровнять спектру на снайпера не стоит спектра уже имеет 2 800 совсем скоро так накапает на какой-то сакрот или диффуза одним кликом и с диффузами она сейчас начнет тут вырезать просто всю карту и никто ничего не скажет ну крибок за и войдет причем вообще все за и войдет здесь чеме и продолжает дальше этим вещами заниматься он спокойно готов драться ты смотри там инквизитор попер попер инквизитор уже воевать и кажется убьет он сейчас skyros мейджа нет а там еще урну повесили на закон трили урну урной чтобы герой взрывался когда урну вешают и там и там как тебе такой план план хороший урна урну контрит ну вот смотри да все правильно по поводу того что ребята будут стараться не стараться держаться на уровне по деньгам по опыту но пока альбом шит реально давят очень сильно давят и спектра собрав радиан сейчас она хуже не сделает это точно потому что идет сильная доминация у врага действительно там куча мидосов и прочего которые не добавляет сейчас вообще ничего а спектра с радиком она будет убивать людей она будет этих тонких пацанов просто разваливает залетают на дома есть ультимейт снайпер закрывается пруты прогрызться не может минус doom думаю здесь неприятно было у спектра до ультимейта было 15 секунд может конечно хотела бы ворваться хотя до сакр достаётся уже совсем чуть-чуть поэтому я думаю что стоит деформить до пожертвовать каким-то думом возможно даже отдать какой-то тавар в медле которые сейчас пойдут пушить ну хотя бы сакр доформить это было бы неплохо но кажется не дадут доформить этот сакра час ребята ой-ой-ой как же там разорта больно пробивает сейчас инвокера что вот она пошла спектра ну по-любому тут умирает год дэм умирает скайра с мэйдж тут все поумирают у фреона есть ультимейт не хочет запускать бластом не цепляет спектру пытается уйти здесь закрывается не с тем человеком ты закрылся с пруты не самая лучшая цель что даблки от спектры там по-прежнему 807 сейчас уже подарили и сакр от и кусок рецепта падает тавар еще достанется инквизитору не достается шатал шамана в любом случае ну там уже почти готовый радианс и это радианс смотри там у нас во первых снайпер умирает во вторых радианс на там 18 допустим минуте который будет после барабанов урны файзов спектры 9300 нетворца что тут ну да гпм 553 сейчас у инквизитора и это на самом деле неплохой гпм для такой-то минуты для такого героя то есть этот герой он тема отличается от остальных супер фармил в отличном от антимага от марфа то что он не может пачками крипов выносить вот и он как антимаг не может перемещаться этот герой там супер быстро между спотами для того чтобы фармить быстрее то есть это просто обычный милишник который бегает пешочком бьет пацанов при этом имеет очень-очень неплохой показатель гпм а разор кстати уже скоро с агоним будет пуш выше увеличится заход на ноуфира попытка будет вот спано здесь достаточно логера убивают смотри тек просветочки ой-ой-ой-ой как же больно то соточка хп осталось ну и думаном убили на спектр и вот прям чуть-чуть остается буквально тройка крипов соберись инквизитор вот это начинается я просто знаю эту тему когда тебе не хватает два крипа добить там до какой-нибудь рецепта ты их будешь добивать пол жизни пока те в результате просто не натикает не не собрался собрался смотри смотри опа опа красава собрал все изи катка и вот час ультимейта второго уровня можно уже влетать и забирать допустим кого-то фуриона который где бы не находился от рейденса дизолейта просто скопытится там все скопытятся ты посмотри 830 хп фреон 853 инча 948 снайпер ну ладно пт там у него на ловкость 758 хп у скайрос мейджа и 1000 хп у инвокера инвокер тут самый жирный ладно будет снайпер с переключенными пт на силу там будет у него 1100 хп окей ну что еще меняет да уею куру куру фреон полетает мимо него да там сейчас вот я смотрю снайперу объясняют что он конкретно не прав хотя бы живет да тут просто все пошли сейчас спасать снайпера в результате биг нам убегает биг нам у даже ульту пока еще не сбили урну вешает на него инквизитор ну и дым там ворвался дым дым ворвался повесил дым на снайпера и снайпер выживается ну по-моему или дэнай будет дэнай дэнай есть дэнай но ты снайпера не было рейденса из-за того что кто-то приносил спектры да да у снайпера поэтому не было на снайпере рейденса что ты зажал курьера забирают уже одного врывается спектра начинает гореть на людей и люди избивают причем кстати не хило избивают пошел под хил минус джет минус инча ой 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 ошеньки ты посмотри какой там terrible terrible дэмэдж год лайк это 9 08 играет сукер клуб год лайк на 20 минуте при этом спектра ты посмотри из 20 фрагов команды альбум щит 17 17 была спектра ой 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 ошеньки вот это спектра так спектра а я-то думал почему они постоянно ее пытаются взять вот она как должна работать оказывается но это против такой команды например она работает а против команды которые чуть более опытная агрессивный и поставить триплу против спектры да вы же гораздо труднее будет вот что это спектра будет делать именно она будет ждать когда попадет на такую команду совет от конфуция да ну что артас угр клапсе купил пт-шечка есть мидас есть что дальше дальше я не знаю что он будет делать сэнши не бкб на не будет ну на бкб это вот лишнего не будет особенно учитывая то что есть рейс кинг с даггером который будет нападать на снайпер и кидать него стан и снайпер сразу же будет умирать после этого ультфуриона уже 2800 что этом мало что вы нужны я не знаю но если не хотят спушить нужны не кры моего шторм конечно круто но не кры хоть какую-то выживаемость дают тому в спид чуть статов и так далее окно сейчас спектра на топе там стоит три героя и я смотрю они не особо горят желанием на нее нападать или горят да горят горят от радианса ультфуриона спектра пошла пол хп снесла типам просто от своей ульты от радианса я имею ввиду повесили ультимейт переживет ли переживаю раненько пошла шрап нель горит артас vision нет вижу не так бы спектра его забрала там еще и дум появился и даггер не долетает в любом случае минус 2 опять погибает инвокер опять погибает фурион спектра продолжает набирать обороты у нее уже почти бкб разор собрал себе аганим с аганимом пойдет спокойненько таранить вышки чем он сейчас и занимается включает ультимейт крепочки то развалится быстро да из-за шок филд и все и пошел падать на стауэр так вот спектра только что продемонстрировала наглядно что нажав один раз ульту можно забрать половину команды компас гейминг при этом это была одна спектра вообще никого больше не было там еще какой-нибудь плазмофилд от разора и все и сразу пиши пропало печальненько все на данный момент выглядит так с шадоу шаман десятый с половиной уровень скоро будут вторые змейки и вот со вторыми изменениям там еще и аганим собирает потихоньку у нас вова пэйн вова пэйн вова пэйн вова бой так как майор пэйн только вова пэйн окей что это потрясающий фильм так я в курсе про паровозик который смог смотри опять нападает на спектру да это хреновая затея смотри фурион закрыл спектра так вот так вот и нормально снесли суши бион год лайк 1335 золота там нечего ворваться 7 секунд еще нету ничего но спасет и нет байбэк то готов на самом деле вот байбэка можно было влететь и наверное так и будет сейчас должен должен делать давай уже делай байбэк спектр нет не хочется виктор делать байбэк и пиздево нормально на самом деле минус 2 сделали прогнали до базы на топе тем временем дум таранит вышку у нее тоже сейчас будет бкб но спектру такая движуха работает пока ровно у нее нет бкб а бкб у нее осталось пять сотен золото появится бкб все она нажмет бкб подождет эти спруты демонстративно смотрит в глаза своим типа сейчас эти деревья опустятся я с вами поговорю и мы будем разговаривать я не буду через весь лес кричать тут торнадо не доросковат но нормально слушай там в затылок должно было залететь по бигнам без регистрации смс торнадо плюс 10 сантиметров все верно но кернадо принимать какой-то спам на мыли что так с таким торнадо далеко не уедешь и враг далеко не уедет на таком торнадо посмотри инча у нас зашла сваровать крепочка и инчу дом мне кажется ты немного переборщил хотя зарубайла вот тут тоже получше с ней разбираются с этой инчой а в это время на рошана заходят ребята из компас гейминг это стандарт но только тут у спектра уже ульт есть небольшая проблема да и спектра просто туда уже идет даже без ульты вот пошел нож и все разбегаются компаса просто на базу два телепорта моментально делают и рошан достанется сейчас с альбом щит скорее всего да или не хотят забирать не хотят они забирать а егис это лишнее спектра дофармливает свои там эти гроши до бкб до бкб тут все уже практически готово причем пора бы наверное уже заканчивать эту каточку тут и так все достаточно ясно мы видим уже более 10 тысяч золота ведет команда альбом щит и семь с половиной тысяч опыта да и при этом мы обсуждали то что лейт потенциал неплохой весьма у ребят которые играют за радиантов на данный момент а снайпер вот там сейчас бегает бедолага со своим нетворсом 8000 против четырнадцати тысяч у спектры и не знает вообще что ему делать со своим бкб и не из этого нетворс еще на мидас все верно не ну ладно на стайпере он хотя бы реально так спит добавляет так спит это неплохо но умом лучше падает рошан все же решили забрать его так качи из ворды в обе не пожалел змею к своих подколодных поставил на рошан чекай дофармливают уже дофармливают да при этом компас гейминг никак не могут здесь противостоять потому что рошана забирают рейденты появляется блэйд мэйлу бигнума чума егис забирает разор на мое удивление я думаю что можно оставить спектре не два раза и убить очень ее и не убьют два раза вот с того момента как у него появилась бкб ей стало вообще глубоко начхать на то чем ее собираются убивать потому что с руки я здесь не убьют а сквозь бкб как мы знаем магия не особо хорошо работает да да читал описание удивление у зе залог успеха у нас инквизитор бегает по своим лесам его ищут реально по ходу хотят найти не советовал ну найдут но нажмет он эту кнопку и дальше что ну все помирают хотя я там уже более-менее начинает затариваться на плотность у снайпера уже там 1200 хп почти 1300 это еще без пт на силу сушь там роняют вышку на топе и дэвки все всего никто не собирается там вот чего не хотят выйти в размен скорее всего на т2 нижнюю но тут т2 уже упала а там только-только начали нести и тут еще гриф есть и варды через 15 секунд идут на т3 тут разору совсем чуть до 16 уровня разору вообще чуть до тараски осталось бигну нормально залили есть метеор тут прыгать сразу же дум нападает на джета поджигает его и спектра пошла да ну тут мне уже интересно чем это все закончится просто горит джет джет нас умирает фи саламека уходит на базу горец тоже уходит на базу ставится варды начинает падать вышка это если есть то есть глиф но байбек байбек от инвокера с реинкарнации можно баковать сколько угодно скажем так сейчас реинкарнацию сбивает бигному и что отступают сейчас альбом щит на при этом кто-то очень грамотно контролит варды которые бьют непонятно что ну и вот пошло бы кб от спектры все она идет в атаку да то вы и саламека он отпускает он отпускает потому что тот все равно уже не боится не может подойти и поучаствовать дальше сражение хотя вот видим сейчас инквизитор не особо получилось погонять здесь людей получается гонять у учебе на этом минус год дэм байбек тут же у страна уже упала да миссион complete при этом спектру не потеряли спектра здесь только лишние 1800 получила одну секунду бкб потратила грубо говоря с двумя тысячами я не знаю что там будет собирать возможно тараску это а у разора после дофармливания вот этих крипов на ботами как раз будет тараска тараска 3 ультимейта гоним все дела поэтому остановить его следующим заходом будет очень трудно да но я не вижу никакой потенциальной мощи у компас гейминг для того чтобы они смогли убить хотя бы там одного двух героев этих основных дум сейчас владмир на вот себе докупил по сути мы ждем это понимаю только того момента когда разор дофармит вот это тараску и ребята отправиться дальше воевать может спектра еще что-то вместо стика в себе приобретет в любом случае ультимейта через 20 секунд я думаю дождутся ультимейта расты у расты кстати есть аганим теперь уже ультимейт второго уровня дум уходит под бкб очень трудно ему уходить потому что снайпер по спине бьет больно пошла шрапнель ультимейт да уходит ну вот она тараска вот он аганиму шадоу шамана спектра на свои 2000 пока ничего не покупает ну и правильно потому что ничего толком и не купишь там начинается замес ультимейта да заходит минус инвокер сгорел сгорел на работе товарищ и минус скайрос мейдж минус годдем минус все да в живых остается только фурион который на топе и снайпер который на базе и они идут просто пушить да разор конечно файте поржал ультимейт которого не будет еще 45 секунд в любом случае здесь должны быть варды расты раст уже вплотную здесь с аганимом сейчас вышка будет осыпаться мгновенно при том что нет еще и фортификейшн то есть нечем пока там пока там еще и бэкдор протекшн работает если что но даже сквозь бэкдор да тут неплохо так пробивают мы видим гг 29 минут всего да достаточно динамичная быстрая игра получилась не ну исход этой игры был ясен еще и 10 минут назад скажем прямо спектра идет 10 0 9 это что-то значит значит что вы делаете что-то не так если против вас играет что-то так ну да возможно возможно и спектра немножко там что-то решает что ж первая победа для ребят на стартовали с почином так сказать наверное можно сказать ну причем победа весьма уверенная не показали именно у ребят из албом шит они показали что сильнее компас на голову по крайней мере в этом матче возможно если бы это была best of 3 серия что-то пошло бы иначе но имеем то что имеем ну и у нас будет сейчас небольшая рекламная музыкальная пауза после которой мы вернемся на вторую игру сегодняшнего дня то у нас там вообще будет играть тингер против клиффа если не ошибаюсь такой ты задрот задрот да я угадал 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 да тим тингер против команды клиффа а далее два матча нами думаешь я не знаю наше расписание да я знаю что ты не знаешь наше расписание иногда загорается нас да ну и далеко не разбегайтесь друзья увидимся с вами уже совсем совсем скоро star ladder tv представляет 10 юбилейный сезон звездной серии дота 2 лучшие команды со всех континентов самые популярные студии и комментаторы sltv beyond the summit imba tv и lgg tv сотни часов трансляций на пяти языках и гранд финал с участием легенд дота 2 покупай билет следи за матчами звездной серии в клиенте игры и вноси свой вклад в призовой фонд турнира впервые вместе с покупкой билета ты получаешь уникальный сет на тени и компендиум star ladder tv с системой достижений следи за ростом призового фонда и получай дополнительные призы для начала пуст игрового опыта далее специальный лод скрин от star ladder tv путь турниров матч всех звезд игровой курьер и новый сет на одного из самых сильных героев дота 2 ты увидишь это первым следи за событиями на сайте дота 2 star ladder tv покупай билет на star ladder или подвергнишься тщательному анализу и 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 спорт бэц ком уникальное место для настоящего геймера только здесь возможны ставки на киберспортивные события Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет